Третий раз футбольный матч раздается под сводами стадиона Сапсан-Арена. А это значит очередь юношеской футбольной лиги 1, матч Локомотив-Чертанова. Одна из центральных вывесок 23-го тура текущего сезона. Один из претендентов на чемпионство центральными нападающими Артемом Аношиным и Максимом Белковским. На бровке сейчас он противостоит Артему Аношину. А что касается Ильи Камнева, то да, он составляет пару центральных полузащитников. Хороший удар! Мяч в штангу попадает! Вот так первый момент создают чертановцы. Может быть второй? Нет. Отскок за Локомотивом остался. В этом Кирилл стоит совершенно один. Подача в штрафную площадь. Калмаков! Оффсайт фиксирует боковой арбитр. Но допускаю я, что положение вне игры было у Радиковского. Потому что Калмаков из-за... В запасе у хозяев есть Антон Камышенко. Он тоже достаточно высокий. Радиковский! Ворота пусты! Штрафной! Все-таки после небольшой паузы фиксирует главный арбитр. Не засчитывает он это. Подача в штрафную площадь. Радиковский красиво пяткой оставляет. Калмаков в штрафной площади пробил из-под защитника, но не попал. Здорово все разыграли железнодорожники. Штрафную площадь Локомотива. Сейчас немножко по-другому картина выглядит. Радиковский, Дмитриенко. Чистый выход. Один на один. Удар! Добивание! Оффсайт! Снова гол Радиковского не засчитан, потому что оффсайт зафиксирован у Дмитриенко. Да, пожалуй, у Дмитриенко. Сначала Игна... Цертановцы отвечают периодически контратаками. Ну и помним мы, конечно же, попадание в штангу. Щелкунов. Шикарный заброс. Калмаков. И добивание Радиковского рядом со штангой. Вот этот мяч у Радиковского уже бы не отняли. Только он опять непостижимым образом не попадает в ворота. Так было со Спартаком в МФЛ. Партнеры подсказали, что сзади есть игрок. И все, друзья. Со счетом 0-0 завершается первая половина встречи. Кстати говоря, тоже отличился в том эпизоде Радиковский. Оффсайт у его партнера зафиксировали. И вот вторая половина встречи начинается с удара перспективного Игната Дмитриева. Лигу. Туда отберется несколько команд по итогам сезона ЮФЛ-1. Дмитриев. Хороший проход. Калмаков. Прострел. Защитник выносит мяч. Ну, практически с ленточки ворота. Так и продолжается. Дмитриев. Снова головой и снова выше. Прыжочка немножко не хватило. Мягкой получилась подача у Кирилла Волкова. Передача какая. Получается классная. И избежал офсайда Парсегов. Удар Парсегова. Щелкунов оформил хит-трик. А Локомотив победил со счетом 5-2. Может быть удастся уже в соревнованиях ЮФЛ продолжить эту результативную серию. Очередной удар Игната Дмитриева. Иванов. Сначала просил пенальти. А потом понял, что можно отсюда поворотом пробить. Мы посмотрим повтор. Но эпизод-то уже заигран. Калмаков. Подача. Абрамов. Нет. Во-первых, мяч в ворота не попадает. Мы высокие, конечно же, в штрафной площади. Опять же, за исключением Абрамова. Подача. Выбивает мяч кулаками. Нечкин. И сейчас кулаками отбивает. Лычагин выбивает. И все. Ничья 0-0 в матче между Локомотивом и Чертанова. Это юношеская футбольная лига до 19 лет.